Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстун и в рамках провода эпохи флэш-игр я сегодня решил поиграть в игру по названию Strike Force Heroes. Её предлагали сразу несколько человек, или можно перевести как герои ударного отряда. У этой игры сразу три части, есть где разгуляться, но начнём пожалуй с первой. Знаете, я вот всегда, если есть у фильма вторая часть, это уже не... или у игры это уже хорошо. Это значит, что было достаточно поклонников и людям достаточно понравилась там игра или фильм, чтобы авторы сняли ещё и вторую часть, или там создали вторую часть игры. Итак, Девятые Небеса, имя героя и нарекём моего 1ST1. Welcome back, что значит welcome back, я тут ещё никогда не был. Есть у нас настройки, давайте, самая высокая графика, уж графику я думаю мы потянем. Трясение экрана это когда взрывы всякие что-ли будут? Ну да, кровь конечно, конечно кровавый экран нам нужен. Так, ну ладно, вроде по настройкам всё нормально, у нас тут смотрите, есть какие-то солдаты, есть медик, есть ассасин, есть команда. У кого самый большой дамаг? Самый большой дамаг? У них поровну в принципе дамага, у ассасина и вот у этого парня. У этого меткость 90, а у этого... Да фиг знает, но этот с дробашом типа по толпе бьёт, да? Хорошо. А этот, наверное, в одиночную цель. Так, ладно, пойдёмте играть, я думаю на месте разберёмся, у нас есть кампания, есть какие-то челленджи и быстрый матч, но мы начнём с кампании. Всего, я так понимаю, 15 миссий нас здесь ждёт. Командный десматч. 15 убийств мне нужно для победы, я вот смотрю. Спрятанная какая-то научная станция в неизвестной локации где-то в океане. Моя формула почти готова. Я такое ощущение, я только что Madness Project Nexus снимал, как будто я никуда, ничто не делал. Сейчас у него зомби появятся или что? Что? Какого чёрта? Они здесь! Короче, нужно, ребята, уходить. На W мы прыгаем, на пробел тоже можно прыгать, в принципе. Выглядит опасно, я должен найти другой путь. Так, куда? А, вот, ты можешь по трубе пролезть. Ладно, я понял. Можем там спуститься вниз или здесь пролезть направо? Так, у них там какая-то фигня, переговоры. Ага, я подобрал оружие, теперь я могу стрелять. Мне надо, наверное, с патрона выбить вот эту фигню, да, и спускаемся вниз. Блин, он ноги поломал. А тут сразу аптечка. Всё рассчитано. Я думал, я мог как-нибудь аккуратнее его упасть. Так, он, походу, ещё патроны нашёл. Ку... А, куш, чтобы менять оружие. Отлично, у меня есть автомат, но я пока что с пестиком побегаю. Это что я такое взял? О, смотрите, там наши союзники. Левел ап. Так, давайте уже что-нибудь посерьёзнее достанем. Короче, я понял. Ну, тут, типа, прикольно. Тут, как бы, такие миссии, они не то, чтобы прямо это... Прямо такие миссии, где надо проходить. Ты просто сражаешься против ботов. Вот, задача миссии убить 15. Ну, у меня с ХП, кстати, довольно-таки плохо. Но у меня есть союзники. Я не знаю, как мне там смерти союзников засчитываются. Как, ну, типа, мне надо беспокоиться, чтобы мои союзники не умирали, что они там могут мне насливать, и я в итоге проиграю. Или нет такого здесь. Я бы хотел подхилиться где-нибудь. Ну, блин, аптечек нифига не спаунится. Патроны вот появляются где-то, аптечек нифига. Смотри, они, типа, прячутся, приседают. Мне тоже, наверное, надо. У меня еще там что-то левел ап. Скиллы какие-то открываются. Какие скиллы? Ну, это я, наверное, потом, когда миссию пройду, могу прокачаться. Может, прямо сейчас, я фиг знает. Ассалт райфл. У нас что-то какой-то слишком мощный док. Он убивает спецназ направо и налево. Ну, ребят, это победа. Спасибо за помощь, но... Я думаю, их придет еще больше. Пожалуйста, вы... Вызводите меня отсюда. Я бы... Ну, короче, я не знаю. Там, рука помощи нам протянул солдат. Мы теперь, похоже, сможем играть за солдата. Не забудьте... Ну, короче, кастомизировать своих солдатов. Так, я понял. Мы можем теперь вот здесь... Что-нибудь им прокачать, да? Нет. Мы можем вот кастомизировать им там вид внешний. Ну, давайте вот... Хе-хе, Йети, давайте вот так он будет выглядеть. Давайте они все будут такие черные у меня. Я могу ему оружие поменять. Но тут требуется шестой уровень. Я не знаю, какой у него уровень. С катаной будет бегать на 32-м. Какой? А где уровень посмотреть? А вот уровень первый. А вот и у медика уже уровень 12-й. И мы можем ему прикупить что-нибудь типа... Типа Скара, например, за 700 баксов. Если бы у нас было 700 баксов, у нас всего 57. Мы можем только вот такую штуку взять. Но я даже не знаю. Мне, в принципе, с М4 нормально. Че, это чем-то лучше? У нее дамаг больше. Но Скорострельность меньше. В принципе, мне нравилось накидывать по десяточке. А здесь, ну, Скорострельность в 2 раза меньше, а дамаг больше в 3 раза. Так что это выгоднее, конечно. Хотя нету такой обоймы, что стреляет да стреляет. Да, так что фиг знает. Стоит ли оно того? А есть это? Че-нибудь еще? Мы можем вот скил, допустим, какой-нибудь взять. А, ну, скиллы тоже дорого стоят. Короче, эта штука добавляет нам крит, прицел, больше патронов, больше хп. Это регенерация здоровья постоянная. Че-то требуется меньше убийств, чтобы выйти на... Короче, киллстрик. Это когда цепь убийств. А здесь, когда я близок к смерти, мне восстанавливается 50% здоровья. Ну, это круто, но это только на 22 уровне можно будет прокачать. Ну, ладно, пока что, в принципе, я даже... Ну, я могу единственное, что себе оружие взять. И то не уверен, что на это стоит сейчас тратить деньги. Ну, давай возьму Нидлер. Давайте посмотрим, каково с ним будет чисто ради интереса. И погнали сразу вторую миссию выполнять. Две недели... А, двумя неделями ранее. Ну что, давай дальше. Отлично, ребята! Короче, тут что-то в лесах было двумя неделями ранее. Сейчас мы на месте узнаем, что тут было, ребят. А, блин, это свой. Сейчас будем по это, по домикам прыгать. Да, блин. Там что, наш что ли умер? А что он умер-то? Ага, смотрите, они все здесь, внизу. Даже, может быть, я промечу его прям так врываться на них, на всех. Что-то как-то опасно. У меня здоровья мало. О, отлично. Отлично. Что-то я не пойму, я не стреляю. У меня патроны, походу, закончились. Вот, теперь нормально. Давай, перезарядимся. Погнали. Давай, стреляй. Последний выстрел. Отлично. Я как-то с этой пукалки не чувствую стрельбу. С автомата я ее как бы лучше ощущал. Что да, вот он я, вот я стреляю. У меня со здоровьем все плохо, ребят, сейчас. А, блин, у меня прям в спину появился этот товарищ. Я могу прям во время боя сменить еще, за кого я играю. Вон там было типа change class. Так, отлично. Там есть аптечка. Но мне она сейчас, прямо сейчас не нужна. Хватит приседать. Я тоже так умею. Так, где мои патроны? Отображаются. Снизу-право, да, вот это. Я могу просто в наглую подбегать и расстреливать их. Они не особо расторопные, эти фоты. Ну, не знаю, ребят. Мне кажется... Может быть это пока что, но пока что довольно просто. Даже я бы сказал, как-то слишком просто. Все, победа. 10 фрагов сделал я. А сколько, кстати, фрагов здесь надо было? Я даже не читал. Ну ладно, смотрите, смотрим, что у нас здесь. 120 голды мы заработали. 120 голды мы заработали. Знаете, левел растет у медика прям на ура. Уже 22-й, в принципе, то есть ему уже доступен вот этот скилл. Крутой. Но, блин, с деньгами здесь проблема. И тут еще есть скилл-стрик. Это я так понимаю, когда я убиваю сразу нескольких целей, да, вподряд, что-то происходит. Я могу выбрать, что именно. Короче, вот эта штука, она увеличивает на 30% весь мой дамаг. И на 30% снижает получаемый дамаг на 5 секунд. Эта штука всем вашим союзникам дает рэпид, короче, восстановление здоровья. Это я могу одеть кевларовую броню, которая блокирует некоторый получаемый урон. Ну, вот это только на 5 секунд, да. Если вот это навсегда, ну, пока тебя не убьют, то я лично за это. Че, я могу призвать вертолет или что? Да, какой... Ну, 10 секунд он будет сопровождать меня. Я бы хотел просто, а броню одел и забыл. Не хочу там 10 секунд, это так мало. Я бы просто в броне побегал. Ну, хотя коптер, наверное, тоже круто, не знаю. Я бы попробовал и то, и то. Я бы все попробовал, если бы это... Если бы тут было проще набить деньги. Вот с деньгами проблема. Ладно, погнали в следующей миссии набивать. 25 киллов там нужно, чтобы набрать... Чтобы выиграть. У нас какая-то миссия на самолете. Самолет уже весь в огне. Эй, хватит закидывать нас своими шашечками. Так, мне надо срочно аптечку, у меня все плохо. А я тоже перезаряжаюсь. Мы тут сидим друг напротив друга. Нифига себе у тебя фигня. А у меня, по-моему, что-то... А, у меня патроны, видите, на нуле были. То есть тут надо еще это... Обращать внимание, когда патроны заканчиваются. Вот сейчас у меня максималка. 29. Мне нравится запас, довольно-таки маленький. 29 патронов. И, короче, надо на это дело подглядывать. Они имеют свойство заканчиваться в неподходящий момент. И тогда надо просто вставать и бежать на восстановление. Так, да, вижу. Прямо сносят так, это прикольно. Блин, а он жесткий, он меня почти снес. Вот мне бы сейчас аптечка понадобилась, которую я съел. Можно я вон туда схожу? Патрончики возьму. О, аптечка, она, походу, тут всегда, да, на одном месте респауниться, как и патроны. Давайте сюда сбегаем. О, вы все здесь, да? У вас там причем давало? Вы куда побежали? Не, ну они, конечно, прикольно выдумали, да? Сам по себе уровень. Что ты такой по истребителям прыгаешь? Так, что у меня с патронами? Шесть штук осталось. Я надеюсь, их хватит, чтобы вот хотя бы... Но если мазать-то, то, наверное, не хватит, нифига. Пойдемте это на перезарядку. Я помню, где патрончики. Ах, это ж черт, не хватило мощи. Надо было бежать за аптечкой, но да ладно, как бы это. Если слишком сильно перестраховываться постоянно там, типа я не пойду в бой, пока у меня не будет полное хп, надо ждать аптечку, то будет не очень интересно. Пятнашку фрагов мы налупили, остальное нам помогли наши союзники. Хайджект. Ограблено, да, типа. Так, ну что, сколько у нас денег? Мне кажется, надо просто копить. Просто выполнять миссию за миссией и копить. А как интересно, я могу сейчас поиграть за вот этого, допустим, бойца? Вот я его как бы выбрал, да, здесь? Я сейчас за него буду, интересно, играть или нет? Давайте проверим. Кажется, да. Единственное... Это такой, типа, как снайпер. Ребята, погоди. А, зеленые против меня. Я зеленые воспринимаю как друзья, товарищи, зеленые. Потому что до этого были красные враги. Да блин, у меня патроны кончились. Всего два патрона вы мне даете? И все, я уже отстрелял свои два патрона. Так, а у меня же есть это, на куз менять оружие, я совсем забыл. Так, здесь что, прыгаем, типа, и вот... Слушайте, ну вот это прикольный персонаж. Это, типа, такой снайпер, походу. Ну, он, как бы, далеко бьет. Блин, опять патроны закончились. Я думаю, че не стреляешь? Ну, блин, ну не прикольно, что у него снарядов вообще нифига. Постоянная нехватка патронов. Подбираешь за раз два выстрела. Ну, и при этом, ну, как бы... Вот, я ему сделал попадание. Че я... Ну, как бы, два выстрела, да. Ладно, я его убил за два выстрела. Но если, как бы, тебе одного ящика патронов хватает только, чтобы убить одного врага, это не очень прикольно. Как бы... Но он убивает, по сути, с одного выстрела даже. Часто, да. Просто иногда там снаряд блокируется броней, типа того, что-то, я так понял. Но я бы хотел все-таки какую-то другую для него пушку, чтобы, ну, как бы... Чтобы не было такой проблемы с патронами. Мне, по сути, сейчас приходится просто тупо дежурить на ящике с патронами. Потому что я два выстрела, и все. И мне надо опять бежать за ящиком. Так. Ребята, подождите там наверху. Сейчас я возьму патроны и вернусь к вам. Погоди, я разве не взял сейчас ящик с патронами? У меня ноль. Так, вон вижу товарища. Ну, я не знаю. Мы сейчас попробуем за всех побегать, пострелять. Не знаю, кто больше понравится. Этот товарищ. Ну, мне нравится, что он такой убойный. Но, блин, ящик два патрона. Потом исчезает заново. Это мне не очень нравится. Видите, я в этот раз даже... А, погоди, это поражение даже для меня. Смотрите. Это... А, это был Free For All сейчас. Типа не команда на команду, а Free For All. Так, ну давайте чисто ради интереса посмотрим, что у тебя там. За 250 можно повеселее пушку взять, да? Патронов 5х3. А здесь что было? 3х4. Ну, не знаю. Знаете что? А что еще есть? Вот у этого дамаг вообще маленький, да? Но у него, наверное, патроны, стреляй вот сколько хочешь. Он, наверное, в основном по таким это... Видите, какая тут обойма. Давайте за него попробуем сейчас. Видите, на том я как бы не мог ходить и лупить без конца. Мне приходилось постоянно бегать за патронами. Я думаю, на этом парне будет чуть попроще. Тут главное, тут не важно. Умираешь ты там, воскрешаешься. Тут главное очень быстро убивать. Чтобы это... Чтобы обогнать всех остальных. Да, е-мое. Тут еще, наверное, надо в голову целиться, да? Как во всех играх. Не мешало бы. Да, е-мое. Ему одного выстрела не хватило. Слушай, он меня неплохо с дробаша прям в полете подстрелил. Такой снайпер шкерится. Так, ну что, в этот раз я должен побеждать. Дайте мне аптечку. Нет? Жиды. Да, блин, у меня перезарядка. А то же прикольно было. Я типа от него отпрыгнул, он меня прям в полете расстрелял. Ну вот совсем другое дело. Слушай, мне такой стиль, наверное, больше нравится. Ну, как бы бегать и стрелять без конца. Ну, давайте еще мы для это, для формы попробуем еще парня с дробашом, чтобы нам определиться, кто нам больше нравится. Ну и тут, конечно, надо на скиллы смотреть, да? У кого какие скиллы. У Дока, конечно, прикольно, что он может себе там хлоп в экстренной ситуации восполнить половину хп. Ну, тут ребята, наверное, тоже веселые. И тоже у них какие-нибудь скиллы нефиговые. А, ну, этот он взрывается при смерти. Это самый крутой, типа, у него скилл. Никогда не перезаряжаться с машинганом? То есть стреляешь без остановки? Ну, это прикольно, мне кажется. Если, конечно, машинган тут само по себе оружие прикольное, то, ну, как бы можно, мне кажется. Но это надо сначала добраться до машингана, купить его себе, посмотреть, прикольный он или нет, а потом уже думать. На 29 уровне открывается. Ну, уровни здесь быстро качаются, здесь проблемы с деньгами. Вот денег вообще не хватает. Я не знаю, может, здесь за что-нибудь могут дать деньги? За какие-нибудь миссии выполненные? Вон, медальки, это что? Ну, это просто ачивы. Так, ладно, пойдемте вот этого парня попробуем еще в пятой миссии. Давай, с вертолета спрыгиваем, погнали. А это что такое сейчас, интересно? Free for all или команда на команду? Team Deathmatch. Тут может быть несколько команд. То есть там в три, да, допустим, четыре. И каждая команда сама за себя. Да погоди, перезарядка у меня. Я не успел. А, это все равно была не аптечка. Ну, фиг знает. Это, понимаете, дробаш. Ну, я так понимаю, он предполагает из себя ближний бой. Поэтому я стараюсь вот так подходить вплотную к врагам. Но мне не очень нравится подходить к врагам вплотную. Тем более, ну, как бы, если на расстоянии бота, наверное, еще будь здоров мажут, то вплотную они тебя, как бы, довольно быстро тоже накидывают тебе. Но, с другой стороны, как бы ты не страдаешь, умер, воскрес. Главное, понимаете, что самое главное? Это статистика. Чтобы ты убивал больше, чем убивает тебя. И скорость, с которой ты это делаешь. Чтобы тебе пользы было достаточно. Да, блин, не успел еще один выстрел ему сделать. Хотя ему, может быть, и не хватило бы одного выстрела. Ну, пока что, ребята, из всего, из-за что я играл, мне как-то автоматчик больше всего понравился. Ну, и медик более-менее, не знаю. Но мне больше нравится вот стрелять. Без остановки. Давайте пока что вот так. Не знаю, оружие можем себе прикупить какое-нибудь бодрое? 250 стоит. РПД. Слушай, ну, с деньгами здесь вообще проблема. Я не знаю, здесь сколько? Ну, мы уже прошли пять миссий. Мы даже себе, даже близко не приблизились. Чтобы себе хотя бы более-менее какое-то хорошее оружие купить. А еще там скиллы. Ну, все это довольно дорого получается. Так, что у нас за режим? Домининейшн? Что это значит? Пока что врагов вообще нету. Нам надо флаг вот этот удерживать или что? Я вон вижу наш флаг. Вон вижу... А, еще типа точка А. Ну, давай я типа тут поставил. Я ее захвачу или что? Точка врага захвачена. Тут, по-моему, какой-то глюк. Тут наши ребята есть. А врагов? А врагов нет. О, вот они. Они, наверное, появляются только, когда ты захватываешь все три точки. Блин, что-то они мне больно. Ну, а не что-то даже вот он стоит. Он бы шел у нас, территорию отхватывал. А знаете, что я думаю? Парень с дробовиком, может быть, он еще... Надо там посмотреть, он может быть пожирнее остальных. Может, в этом его суть, что он боец ближнего боя и такой еще более-менее толстенький. Может быть. О, смотрите, парень. Да, я тоже хотел бы с катаной там, да, побегать. Ну, это как-то было слишком просто. Я не знаю. Тут какие-то боты... Почему-то они появились позже, чем... Ну, как бы, чем мы. Когда уже все захвачено, и они даже ничего не захватывали назад. Но у нас, смотрите, у нас, кстати, неплохо за эту миссию дали. А, смотрите, я понял, ребята. У нас деньги на каждом герое считаются отдельно. Я тут думал... А я думал... Ладно. Я туплю. Деньги здесь довольно быстро зарабатываются. Но давайте все равно купим вот это. Урон больше, фаеррейт пятерочка. У нас был восьмерка, то есть мы быстрее стреляли. По обойме то же самое, но... У этого и меткость побольше, и дамаг побольше. И, надо сказать, дистанция стрельбы тоже больше. Давайте сейчас возьмем вот это за 250 оружия. Пистолетом я вообще, в принципе, не пользуюсь. Так что пока что забуем. Какие скиллы у этого парня? Ну, вот кроме вот этого офигенного, который мы смотрели, с машинганом. Который стоит полторы тысячи. Вот эта штука снижает весь урон, который ты получаешь от взрывов. Эта штука плюс 20 патронов. В принципе, неплохо и дешево за 150. Нет, в принципе, здесь, ну, как бы не сложно. Здесь деньги. Если мы буквально сейчас что, им сыграли? Хлоп, у нас уже 300 монет. Там буквально несколько миссий сыграл. Все, ты уже можешь себе купить самые крутые скиллы, самое крутое оружие. Не проблема. Ну, не знаю. Давайте сейчас еще одну партию побегаем. Че надо? Надеюсь, не сгорим. Просто охота опробовать. О, смотрите, ящичек какой-то. Это, наверное, как захват флага, только захват ящика? Нет? Милу надо, наверное, теперь куда-то принести. Вот сюда? Нет? Да, я принес ящик. Я не знаю, сколько тут ящиков надо принести Я бы вообще пошел похилился И не уверен, насколько боты хороши Вот видите, они приходят У них программа тупая Вот он пришел, сел Он меня убил еще Нифига себе Не ожидал от него такой прыти Ладно, я думаю, здесь Если я сам не буду таскать ящики То никто не будет Да, блин Они тоже притащили один ящик, ребята Фигня Я не ожидал от них такой прыти Ладно, мне пофиг Короче, вообще на пофиг, идем Отстань, где тут, блин, у них тут аптечка появляется Можно я подожду аптечку, а то я явно не донесу Надо было бежать все-таки Не ждать аптечку Слушай, ну они тут неплохо дефают Может по верху попробовать пробраться Там что-то наверху у наших более-менее Вроде бы Надо вообще просто в наглую идти Вот они по верху, я по низу Они по низу Ой, блин Ребята, спасайте Кажется, есть контакт Сколько надо? Мне кажется, три, да? Три надо Судя по картинке О, можно? Спасибо Блин, вы тут дефники прямо Прямо на месте Это против правил Мне что-то даже стрелять в них не интересно У меня охота просто это, взять Прийти, взять, убежать Типа того Эй, вы что-то тут слишком на прорыв идете Такими темпами можете вторую взять Я думаю, поскольку их не было, когда я шел по верху Возвращаться тоже буду по верху Ну и все, ребята Не знаю, я правда эту миссию начинал, чтобы так типа опробовать новый автомат в деле Но что-то мне сказать, чтобы мы его сильно опробовали Че это такое? Ну не знаю Это что-то Вот такая вот, в общем, игра, ребята Ну что, половину, можно сказать, миссий прошли А там можно до бесконечности Пока там всех не прокачаешь на максимум Как бы развлекаться и так далее Там есть и какие-то, да, другие режимы Кроме Кроме прохождения кампании А у меня на этом все, ребят С вами был 11.1 Пишите ваши комментарии Хотите ли вы увидеть продолжение Этой игры Или посмотрим что-нибудь еще из нового И можете сами предлагать, что именно А у меня на этом все С вами был 11.1 Спасибо за просмотр И до новых встреч